Всем привет, с вами Том, и мы продолжаем смотреть обновление играм A Little Pony от компании Game Loft версия 4.5. И у нас вчера в пятницу стартовала мега-акция на Школу Дружбы, но записываю я уже только в субботу, потому что раньше я не могла. Вот так вот. Хм, Школа Дружбы, прекрасная идея, искорка, чем смогу-помогу. Благодарю вас, принцесса Селестия, мы еще не закончили строительство главного здания кампуса, но уже запустили несколько пилотных классов. Но быть просто ученицей и быть директором – это две большие разницы. Похоже, нет никакого свода правил, которому можно было бы следовать. Как стать директором школы для чайников? На самом деле есть. Эквестрийская образовательная ассоциация – это совет ученых-пони, которые осуществляют надзор за всеми школами в Эквестрии, и у них есть очень специфический свод требований. О нет, я никогда о нем не слышала, а следовала бы, да? Конечно, нет, ты ведь никогда не была директором школы, но если ты хочешь развиваться рано или поздно, тебе придется получить одобрение вот этой Эквестрииской ассоциации. Окей, Школа Дружбы вот-вот откроется. Ух, уже очень скоро, но я должна через это пройти. Вот подготовила все свои материалы для презентации своего плана в ассоциации. Временная история. И отправить Искорку распланировать собрание на 5 минут. Иди, планируй его полностью. Вот она у нас. Такая села и сидит. Планирует. Книжку вертит в шкафу. Думает, какую книжку с собой лучше взять. На самом деле, вот эта вся канцелярщина в системе образования, это нечто, поверьте. Как человеку, который сталкивался с этим изнутри, это ой-ой-ой. В общем, вот такой у нас классный фонтанчик, который является, кстати, по-моему, одним... Одним из призов за коллекцию, да, по-моему, этот же фонтан является. Вот, мимимишный. Ну, тот, который у них при входе располагается. Итак, пока у нас Искорка смотрит. Мы с вами посмотрим саму линейку квестов. Пожалуйста. Следующим этапом мы уже будем сразу получать канцлера Нейсея. Бяку-буку. Вот, дальше у нас задание-задание. Дальше Йона. Дальше у нас задание-задание-задание-задание. Сильверстрим. И дальше задание-задание из школы дружбы. И сейчас я вам вставлю табличку от Марсика. Большое вам спасибо за составление. Как обычно, очень помогает в прохождении акций. И вы видите, что там, в принципе, сбор жетонов у нас везде просто идёт. Первую часть мы собираем с Искоркой и Траффелом. А дальше я не помню, поэтому вы смотрите на экран. Вот, и Йона Сильверстрим. Когда Сильверстрим получать будем, там будут задействованы её брат, задействован и меткоискатели. Вот, и в самом конце для школы дружбы нам ещё может понадобиться её отец. Но, в принципе, это жетоны, поэтому там небольшие пропуски за камни. Получение жетонов этих, если вы будете не успевать. Поэтому, в отличие от акций с боссом, я думаю, что шансы получить этот магазин Школы дружбы достаточно велики, как и промежуточных Сильверстрим и Йона. Так что найдите уж немножечко времени и немножечко камней, и всё, я думаю, будет хорошо. Вот, и, кстати, Школа дружбы сама по себе камнепадный магазин, но она даёт всего два камня раз в 36 часов, что достаточно немало, но лучше так, чем ничего. Вот, и она, в принципе, красивая моделька. И давайте, кстати, посмотрим под эту модельку место. Вот тут я им осво... Ух ты, Дёрпич, Дёрпич, тебе глаза починили. Да ладно, починили Дёрпичу глаза. У неё был глюк, вылазь. Спасибо за камень. Вот, освободила я тут место под школу и кампус, и всё это, короче. И вам не кажется, что мусор в игре стал появляться реже, нет? Потому что в обычное время у меня тут уже всё заросло за сутки. А тут всё нормально. Мне просто реально кажется, что с последних месяцев-два как-то мусор стал появляться очень реже, чем раньше. Ну, или, может быть, только так у меня. Не знаю, он всё ещё появляется, но почему-то меньше. И вот этот приз за линейку квестов с меткоискателями и Козиглоу по 12-й серии. Арочка дружбы. Мимимишная, на самом деле. Вот. Ну, и тут я буду дальше строить свой образовательный кампус. Кстати, по поводу социальной части давайте сразу назначим. Угу. У меня тут все где-то гуляют. Что-то делают непонятное. Давайте на кота заменим. Так, а тебя заменим на бабулю. Так, и у нас приз баррикада и искренняя ученица. Кстати, Турал... А вот ты ещё у меня. Ты у меня ещё есть. Тебя заменим на баррикадж. А, Тула, Рула. Тула, Рула. Рула, Тула. Интересно, у меня есть она в этих самых... Ммм... В наборчиках-то ещё. Вот, кстати, Генерал Си Спрей, Батя, Сильверстрим и Тарамара. Тула, Рула, моя любимая. Чопорная Сотрудница, Эльгатная Сотрудница, сам Тарамар. Но стоят они, конечно, как паровоз. Ученица-красотка. Ммм, у нас аккорд сегодня в наборах. Так, Панивиль и... И... И всё. Окей. Есть у меня ещё набор Стулый, Рулый. Нет у меня набора Стулый, Рулый, да? Як. Дядька. Ну, как всегда. Короче, когда он нужен, его этого набора нет. А тут у нас что? Ммм... Ну, покажите мне. Тарамары, Башня Дружбы. И тут у нас Элегантная Сотрудница со Сводом Правил. Генерал со Статуи Гиппогрифов. И Чопорная Сотрудница с Залом Заседаний. Ну и аккорд. Лично я думаю, что всё это вполне можно пройти и так, без всяких этих ваших... Мега камней и наборов. Потому что жетонная акция, мне кажется, гораздо проще, чем битва с боссом. Так, давайте я, наверное, закончу задание групповой. Может быть, мне тогда дадут набор Стулочкой-Рулочкой. Наконец-то. Угу. Найники-бинники. Копы. Но мне как бы всё равно, на самом деле. Я и не угадала. Ну и ладно. Кстати, вот тут призадают. Мне кажется, не особо меньше, чем за правильные ответы. Ей ещё три камня и это самое. Спасибо. Так, тебе тут Тула-Рула не нужна случайно? Кстати, Спайк с крыльями. Да, ему тут нужна Тула-Рула. Значит, она появилась в наборах. И, наверное, я её таки возьму. Потому что я её очень давно хочу взять. Появилась вот она Тула-Рула. 105. И что я её очень хочу давно уже взять. И я думаю, это хороший повод её наконец-таки взять. И она живёт в отдельном доме. У тебя так, Ростак. Ну ладно. Сейчас мы, наверное, дом тогда пропустим. За постройку дома пропустим. За сколько ты там? 10 часов? Ой, нет. Я хотела это потратить на жетоны, но я не буду 10 часов ждать в топе. И это невыгодно ни разу. Хотя я начинаю на сутки позже. Поэтому, по идее, у меня топ должен быть чутка полегче. Ну, сейчас посмотрим. Тулочка-Рулочка. Наконец-то. Наконец-то ты, жеребёночек, есть у меня. Вылазь. Молодец. Вылезла. Боже мой. Милаш. Эта пони обожает весело проводить время, поедать капкейки или играть в классики. Особенно хорошо, когда рядом есть подруга, как она от Крим. А, то есть ты так намекаешь, что тебе бы ещё бы неплохо бы и подругу, да, такая. Вы знаете, у меня ещё подруга есть. Вы не хотите у меня ещё подругу купить всего-то? Кстати, дайте-ка сейчас проверю магазин. Не на новинки, а на старых пони. Может быть, там ещё и коконат есть. Но коконат я уж точно покупать не буду, потому что она будет много камней, скорее всего, стоит. Да что вы издеваетесь, что у вас там яблоки всему ль подъела? Червячочки. Скоро, кстати, да, сезон яблок уже. Ам-ням-ням. Шарлоточки. Вот. Компутики и прочая милота. Сейчас мы её туда назначим. Я там, я чувствую, пока искорка копается, я тут уже сто пятьсот других дел переделаю. Так, а, вот искорка доделала. Так, давайте мы назначим Тулру. Вот. А что-то там, ну, вот как она, ну, короче, на меня рейтинг. Топ десять. Мне не очень нравятся эти цифры. Коренно говоря. Ну, если мне не повезло с топом, то ладно. Какая разница? Так, давайте заберём. Отправили. Нет, спасибо, вы всё равно не работаете. Кстати, по поводу рекламы сейчас скажу. Принцесса Сумеречная Искорка. Я канцлер Нейсей. Эквестрия в долгу перед вами, но, принцесса, вы или нет, мы ожидаем, что вы всё сделаете согласно книге. Мы можем быть уверены, что вы будете беспрекословно следовать так плану, так... Так плану, так называемой школы дружбы. У него заикание. Или вы покинете кампус и помчитесь на поиски приключений. Канцлер, побывав за пределами Эквестрии, я пришла к выводу, что нас подстерегает больше угроз, чем мы могли себе представить. Поэтому мы будем учиться дружбе, а не военному искусству. Если бы мы хотели... Если мы хотим сохранить наши земли и создать радуж... Радужное завтра. Мы должны повсеместно обучать всех магии дружбы. Надеюсь, мой учебный план себя оправдает, а также будет отвечать требованиям ассоциации. Я принесла несколько копий планов уроков, если вы бы взглянули. И 15 планов уроков назначаем. На них даётся что-то около суток. Я думаю, что как бы норм. Плюс, если что, всегда можно не за так дорого и пропустить. Вот. Ну, не за 30-40 камней, как это у нас в битве с боссом бывает. Но я думаю, что успеем мы 3 часа утра, окей. По поводу каканат. Не... Просто... Просто не новинки, а просто магазин. Нету? Нету каканат? Мне казалось, если в группе были скрыны, у кого-то она была тут. Но она точно живёт в Панивиле, и её точно там нету. Ну, не знаю. У меня каканат нету. По поводу камней, я хотела сказать, что... Так, где это? Вот. У тут некоторых появилась дополнительная палаточка, на которой нарисовано, что... Можно посмотреть рекламу за камнем. У меня реклама, как вы знаете, не работает уже года два за старостью планшета. Она просто... Даже если мне выскакивают вот эти предложения, если я нажимаю посмотреть, мне как бы показывают фигу с маслом и пишут, что, извините, ваше устройство не поддерживает. Вот. Вот. Поэтому у меня и палатки-то вряд ли появятся, но имейте в виду, что вот палаточка есть. И всё, наверное, всё, что я вам хотела показать. Сейчас гляну. Никакой там актуальной на основе вроде не пошло. Групповые задания пока, наверное, ставить не буду. Вот. Так что, да, собираем потихоньку уже тончики. Ну, хотя она может и поставить групповые. Ладно. В принципе, да, наверное, давайте поставим групповое. Чё, я в карту лезу? Я думаю, что я не буду вам... О, банер. Не буду снимать дальнейшие этапы. Я вам показала все этапы в табличке. Ещё раз огромное спасибо Марсику. Вот. И, соответственно, я думаю, я сниму уже только по итогам, потому что акция достаточно несложная. Поэтому я думаю, что всё у нас будет хорошо. Угу. Так, давайте тогда вот эту. Так что, всем удачи в прохождении. Пишите потом в комментариях, как у вас там чё по итогам будет. Опять не угадала. Что ж такое? Да ладно. Может быть, ещё повезёт. Вот. И увидимся с вами тогда, наверное, по окончанию данной акции. Всем удачи. И всем пока-пока. Надеюсь, ролик был вам интересен. Субтитры сделал DimaTorzok